Жительница Астаны Урал Кашкенбекова собрала уникальную коллекцию керамических заварников. Собрание уникальных чайников из 70 стран уже насчитывает более 100 экземпляров. Наш корреспондент Зарина Бесембин оценила все разнообразие коллекции. История этой необычной коллекции началась в далеком 1969 году. Как рассказывает наша героиня Урал Кашкенбекова, первый и самый значимый для нее чайник ей преподнес в подарок супруг. Именно тогда проснулась эта необъяснимая любовь к необычным и порой даже причудливым заварникам. Сегодня ей удалось собрать более 100 экземпляров из 70 стран мира. Ее коллекции – крошечные сувенирные чайники и большие в виде кубков. По соседству также красуются заварники самой разной формы, цвета и стиля. Объединяет их только материал. Все они сделаны из керамики. Любовь к чайникам. Вот первый чайник. Мы когда в Карганде жили, супруг, он инженер гидротехника, я сама инженер тоже. И он в конце года ездил в Москву с отчетом. И приехал, у него вот такой вот большой портфель был, всегда бумаги. Открывает портфель и дает мне чайник. В то время мебели-то не так было много. И я этот чайник поставил на видное место. Как знаток чайных церемоний, Уралапай говорит, что чай заваривается по-настоящему, исключительно в глиняной посуде, поскольку именно глина обогащает напиток кислородом и позволяет ему сохранить все полезные свойства, вкус и аромат. Кроме этого, керамические заварники хорошо удерживают тепло. Чай дольше остается горячим. Это изящество. Это вот эксклюзив. Потому что вот чайники у меня, вот сейчас посмотрите, ни один не повторяется. Все они разные. Я очень люблю красоту. И это вообще же чайников очень много, особенно вот этих простых фарфажовых. А эти найти очень трудно. Эта необычная коллекция разрастается с каждым праздником. Как признается Уралапай, керамический заварник – один из самых желанных подарков в ее доме. А друзья и родственники не упускают момент, чтобы порадовать ее новым коллекционным чайником. Зарина Бесембина, Даурин Журхабаев, Хабар-24, Астана. Продолжение следует... Продолжение следует...